Всем здрасте, дорогие друзья! Сегодня у меня очень важный урок, не урок, обращение. Обращение у меня сегодня очень важное, посмотрите, какая у меня замечательная футболка. А это все почему? Потому что, а, Гламуру 10 лет, я нежно поздравляю любимый журнал, потому что я же колумнист, я же пишу. Кто еще не читал мою новую ноябрьскую колонку, прочитайте обязательно, я там тестирую новые всякие разные косметики, я отбираю для вас самые лучшие, как для коробочек, так и для уроков, да и вообще в целом делаю выводы. Но у меня с Гламуром сегодня отдельная тема, это посмотрите, вот что мы это сделали, ребята. Моя первая серьезная награда, посмотрите, здесь даже написано прорыв года Елена Крыгина, мамочки, как же это приятно. И она вся такая стеклянная, вся такая розовая, теперь будет стоять вот здесь и радовать нас всех. А я наконец-то могу вам сказать спасибо большое за то, что вы за меня голосовали. Я думаю, что большинство проголосовавших за Елену Крыгину в номинации прорыв года премии «Женщина года» журнала Гламур смотрят сейчас этот урок. Поэтому каждому из вас огромное спасибо, без вас ничего бы не было, если бы вы не смотрели мои уроки, тоже никакой вот такой стеклянной розовой штуковины на моей полочке бы не стояло. Спасибо большое, это невероятно прям приятно, вот. Но вообще сегодня мы не об этом, у нас коробочка, ребята, у нас коробочка новая вышла, ноябрьская. Если бы я была профессиональным блогером, то, конечно же, сейчас с какими-нибудь встроенными спецэффектами YouTube под музыку она бы вот так вот вылезала в кадр, но мне приходится делать это вручную, потому что я попросту не умею. Вот она хорошенькая наша ноябрьская, у нее, как обычно, новая марочка и в ней праймеры. Праймеры и основы под макияж. Открываем голограммку. Как я уже говорила, праймеры и основы под макияж штуки неоднозначные, особенно выравнивающие. Есть тип праймеров, насколько вы помните, иллюминайзеры, мы говорили об этом в специальном уроке, а есть тип праймеров выравнивающих на силиконовой, бессиликоновой основе, на восковой основе, короче, те, которые делают более стойкий макияж и выравнивают текстуру кожи. Вот именно об этих праймерах у нас и пойдет речь. С хайлайтерами коробочку мы сделаем отдельную. Праймер это основа под макияж, но это еще не макияж. Он не выравнивает тон кожи, он сглаживает и отвлекает внимание от мелких недостатков за счет рассеивания цвета. Но если вам действительно есть что замазывать, он не отменяет тональный крем. Он сделает ваш тональный крем более стойким и позволит вам использовать меньшее количество тонального крема для того, чтобы затонировать все лицо. И при этом меньше поправлять и меньше доштукатуривать себя в течение дня. Вот в чем задача праймера. Выравнивать рельеф кожи, приклеить ваш тональный крем к лицу и сделать его максимально стойким. Но здесь есть еще и одна очень важная, так сказать, обратная сторона праймера. Если вы переборщите, ничего вам не поможет, кроме умывания, и придется начинать все заново. Праймера нужно совсем немножко. Вот правда, с горошинкой. Вы представляете себе горошинку? Горошинка это не грецкий орех. Горошинка это горошинка. И одна капелька это одна капелька на все лицо. Растушевывайте как хотите. Если в первый раз сложно, с третьего точно получится. Но если вы будете выдавливать большое количество основы под макияж, наносить ее на лицо, вся последующая декоративная косметика с вашего лица буквально скатится вам же в декольте. Праймер работает только тогда, когда нанесен тончайшим слоем. И еще очень важно, подождите пока он полностью впитается. Только после этого приступайте к нанесению тонального крема. Открываем. Здесь у нас все как всегда. Карточка. Все очень подробно, приподробно расписано. Здесь 9 праймеров, так называемых баз под макияж. Помимо этого, когда вы будете открывать коробку, вы найдете еще небольшой подарочек. Это две кисточки. Кисточки L'Etoile Selection. Они вот так красиво вам завязаны бантиком. Здесь две максимально универсальные кисти, которые я для вас выбрала из всей коллекции кистей L'Etoile. Они, правда, сделали очень хорошие кисти. Вот для своего макияжа базового они вообще прям супер по качеству. Здорово растушевывают, здорово наносят. Но к кистям мы чуть попозже вернемся. Давайте разберемся сначала с основным составом коробки. Это праймеры. Пункт номер один. Бэка. Я очень люблю Бэку. В коробочке он вот такой. Он достаточно большой. Пользоваться им на самом деле получится даже довольно долго. Это бессиликоновый праймер, который очень хорошо сужает поры, матирует и, ну, в буквальном смысле приклеивает макияж к коже. Когда вы наносите его на лицо, вы прям почувствуете, что он создает такой эффект трения. Он очень легко наносится, но когда впитывается, вы чувствуете его сопротивление вашим пальчикам. Есть такой стереотип, что матирующие базы сушат кожу. Вот так вот ничего они не сушат. Они просто контролируют выделение себума. Здесь прямо это и написано. Регулируют выработку себума. Это кожный жир. Есть в матирующих базах другая проблема. При всех их матирующих свойствах на них не очень хорошо, часто, не всегда, но часто, держится тональный крем. Вот здесь как раз-таки наоборот. Эта база за счет своих свойств буквально приклеивает тональный крем к коже. И, пожалуйста, BekoCosmetics.ru. У компании Beko в России есть официальный представитель и официальный интернет-магазин с рекомендованными ценами. Пожалуйста, не покупайте подделки и контрафакт через всякие инстаграмы и ватсапы. Есть специальный интернет-магазин. Далее двигаемся. У нас удивительная вещь есть в коробочке. Это MAC. Наверное, ни для кого не секрет, как Елена Крыгина любит MAC и линию Prep and Prime. И вот оно чудо. Маленький аккуратный Prep and Prime ждет вас в ноябрьской коробочке. Вот так она у нас выглядит. Такой эмульсией легкой. Нужно совсем капельку. Вообще, это касательно любого праймера под макияж. Вот такую вот совсем капелюшечку нужно как-то умудриться растушевать по всему лицу. С Prep and Prime Skin у меня особая есть история, потому что это была моя такая первая крутая база. Когда я только начинала, я ее очень экономно расходовала. Только на самых любимых своих клиентов. И для меня это был как эликсир волшебства. В ней есть легкое сияние. Она очень хорошо матирует, выравнивает текстуру кожи. Такой малышке 6 мл вам надолго хватит. Думаю, протестируйте и сделайте свои положительные выводы. У MAC есть тоже свой интернет-магазин косметики официально. И, пожалуйста, не покупайте у всяких там мелких торгашей. Следующий наш праймер это Benefit. Очень знаменитая штука. Он вот в такой у нас своей еще красивой упаковочке. Давайте его откроем. Это, наверное, одна из самых знаменитых баз под макияж с матирующим и выравнивающим эффектом. Вот такая вот малышка. Самое важное свойство этой базы и действия на кожу в том, что она невероятно сужает поры. Кожа мгновенно становится более гладкой и такая бархатная, такая приятная на ощупь, что мне, ну, приходится, не знаю, бить себя по рукам, чтобы просто меньше трогать себя за лицо, потому что, ну, это невероятно приятно становится и хочется трогать и трогать себя сильнее и сильнее. Сразу скажу, что не с каждым тональным кремом этот праймер в идеальных дружеских отношениях. Поэтому я бы рекомендовала наносить его поверх тонального крема и до пудры. Вот в этом промежутке как раз-таки меньше риска нарушить все предыдущие слои макияжа и превратить все в кашу. Поверх такого праймера тональный крем не всегда почему-то хочет растушевываться хорошо. И если вдруг меня смотрят коллеги-визажисты, это невероятно классная штука для мужского макияжа. Если хорошая сама по себе кожа и нужно заматировать, нужно легко скорректировать для камеры, нужно просто убрать расширенные поры и какие-то мельчайшие совершенно неровности, то вот эта штука очень часто полностью заменяет тональный крем и достаточно только сверху нанести пудру и, так сказать, персонаж для камеры абсолютно готов. Я очень люблю использовать вот на этих участках, потому что у меня здесь, как и у многих, расширенные поры. И я наношу прям поверх макияжа очень-очень аккуратно. Далее по списку праймер номер 4. Скиндинавия. Скиндинавия это прорыв. Вот такой вот маленький спрей-праймер для макияжа. Это даже не миниатюра, это вообще travel size. Можно купить прям такого размера. Продается он эксклюзивно на пудру Ройта. Они нас осчастливили этим чудесным событием, приходом Скиндинавия на российский рынок. Это очень знаменитый в Америке праймер. Даже если вы не пользуетесь макияжем, Скиндинавия, как увлажняющий спрей для лица, очень даже для кожи полезен. Наносится, как обычный спрей, мист, с расстояния сантиметров 30 на кожу и может абсолютно спокойно уживаться с любым уходом. Единственное, что во всех праймерах-спреях имеется в содержании спирт, на который очень редко, вот в таком малюсеньком проценте, у очень чувствительной кожи все-таки может быть аллергия или легкое жжение. Но я думаю, что ничего такого нам не грозит. У них еще очень хорошие фиксаторы для макияжа. Обратите внимание, вот здесь официальный магазин. Следующий у нас пунктик Вивьен Сабо. Это абсолютно доступная по цене база. Вообще-то под макияж глаз, но если честно, ее под любой макияж тоже очень круто использовать. Во-первых, если рассматривать ее как базу для макияжа глаз, она очень классно приклеивает на себя тени. Набирайте ее совсем немного. Она прозрачная. Не смотрите на то, что у нее избеживает цвет. Она ни в коем случае не отменяет и не заменяет консилер. Она наносится вот такими легкими движениями на все веко и на всю зону вашей растушевки. И после этого сверху наносите на нее тень. Тень действительно держится значительно лучше. Но если у вас на лице есть проблемы, где тональный крем быстро затирается, например, какой-то очень большой заметный прыщик, вы можете нанести эту базу на, скажем так, зону X и затонировать поверх. Она сделает ваш макияж еще более стойкий. Следующий этап, выравнивающие основы под макияж. Mary Kay тоже полноценный продукт в коробке. Вот такая вот целая база типичного такого прозрачного мутного цвета. По сравнению с остальными базами в коробке, она более мягкая, она легче растушевывается. Очень-очень приятная шелковистая текстура у нее. И она, помимо того, что делает макияж более стойким, она действительно еще выравнивает. Выравнивает даже визуально, потому что имеет технологию рассеивания света, благодаря которой еще даже до нанесения тонального крема ваша кожа выглядит значительно ровнее, чем, соответственно, без нее. Кожа от нее становится очень нежная и бархатная, и она прекрасно позволяет наносить на себя тональный крем. Тоже очень важно для тех, кто захочет купить Mary Kay.ru. Следующий наш праймер это Inglot. Вот в такой красивенькой коробочке нам его выдали. Здесь три порции праймера в индивидуальных сашетах. Каждой такой штуки хватит вам, наверное, на неделю. Поэтому у вас более чем получится его достойно протестировать. Давайте один откроем. Немножко выдавим праймера. Он прозрачный, чудесно растушевывается, не содержит никаких парабенов и вредных веществ, поглощает излишки кожного жира. И, что немаловажно, имеет текстуру, которая хорошо смешивается с другими продуктами. Еще раз говорю, базы нужно совсем немного, но иногда бывает так, что даже когда вы базы берете буквально капельку, она не позволяет другим средствам наноситься поверх себя. Это когда вы нанесли базу и никакая кремовая текстура поверх нее не ляжет. Ни тональный крем, ни тональные стики, ни консилеры, ничего. Все превращается на лице в кашу. Вот здесь такого нет. Зато есть прекрасное рассеивание света и выравнивание текстуры кожи. Я это сейчас очень хорошо вижу на своих руках, что у меня эта рука стала на 10 лет моложе. Inglot у нас продается либо в фирменных магазинах Inglot, либо на Inglot.com.ru. Тоже не ведитесь на всяких спекулянтов в ВКонтакте.ру. Следующий праймер это Smashbox. Photofinish от Smashbox это один из самых знаменитых праймеров под макияж в мире. Это бесспорный лидер Smashbox. Очень знаменитая база, которая какие-то чудеса творит с кожей. Это классический праймер под макияж, который помимо своего визуального действия еще очень хорошо ухаживает за кожей. В нем очень много витаминов и всяких разных экстрактов типа виноградных козочек, которые позволяют сделать кожу красивой еще и изнутри, а не только снаружи. Он заполняет мельчайшие складочки кожи, поры, мелкие морщинки, выравнивая их таким образом. Сверху наносите тональный крем и будет вам идеально ровная кожа. А это, как известно, залог любого хорошего макияжа. Для Smashbox это особенно важно, потому что это компания, которая родилась в фотостудии. Поэтому если есть, опять же, коллеги, которые смотрят мои видео уроки, возьмите праймер Photo Finish на заметку, потому что это средство, которое чудеса творит через объектив фотокамеры с лицами. И последняя наша маленькая миниатюрка – это Kiehl's. Его не обязательно использовать как основу под макияж. Это такой корректирующий, рассеивающий свет крем, который также удивительным образом может рассеивать свет, невероятно приятный на ощупь, и выравнивать текстуру кожи. Вот он особенно прекрасен в макияже без макияжа. Это если вы не любите тональный крем, а любите пудру или минеральную пудру, и выравниваете тон за счет сухих текстур. Плюс, главное отличие именно этого крема в том, что в нем большое внимание уделено уходу. То есть он не только до первого умывания сокращает вам поры, а делает так, чтобы поры действительно со временем сокращались. Здесь вы можете использовать его немножко побольше, не капельку, а две капельки. И если у вас очень расширенные поры, вы можете его использовать даже на ночь, для того, чтобы он сокращал ваши поры, пока вы спите. Вот такой вот набор праймеров и основ под макияж. И давайте еще раз вернемся к нашему продукту месяца, даже к двум продуктам, кистям Littual Selection. Здесь две очень классные кисти в индивидуальной упаковке. Вот такие вот. Очень они, во-первых, красивые по дизайну. Мне очень нравится то, что они полностью черные. И очень они хорошие действительно по качеству, по своему срезу и по своим техническим, так сказать, профессиональным характеристикам. Первая кисть под номером 214 – это кисть для теней. Это одна из моих самых любимых по форме кистей для нанесения и для растушевки теней. Нанесение теней подобной кистью вы уже неоднократно видели у меня в уроках, поэтому думаю, что она очень быстро придется вам по вкусу. Ну и у меня в уроках вы ее тоже обязательно увидите. Следующий урок у нас как раз посвящен макияжу. По макияжу уже все соскучились, я в том числе, будем записывать кое-что актуальное, осеннее, а потом уже и новогодние, зимние макияжи начну мучить. Вот там обязательно будем ее использовать, покажу, куда ее можно применить. И вот такая кисть, она просто такая хорошенькая, маленькая, ее очень хорошо положить в косметичку, поправлять макияж в течение всего дня. Во-первых, она и для пудры будет вам хороша, и для коррекции в случае чего, и для румян, если надо, и для хайлайтеров, и для всего, чего угодно. То есть это такая универсальная кисть для макияжа, которую вы можете использовать везде, где вам захочется. Номер у нее 116, и она такая маленькая, хорошенькая, и очень-при-очень универсальная. Здесь вы найдете мой комментарий по поводу кистей. Ну и если заказывать через интернет, лету.ру. Ну и логично, что во всех магазинах Литуаль, которые у нас во всей стране активно рассредоточены. Вот, дорогие друзья, еще раз напоминаю, что Крыгина Бокс это сэмплинговый сервис от меня по подбору декоративной косметики. Если вдруг кто с ним не знаком, живет он на сайте еленакрыгина.ком слэш бокс в разделе Крыгина Бокс. Там все о брендах, там все о предыдущих коробках и вообще обо всем, обо всем, обо всем. Старт продаж Крыгина Бокс ежемесячно объявляется в инстаграме Крыгина Бокс, поэтому, если хотите успеть вперед всех или в принципе успеть, подписывайтесь на них. И если у вас возникает вопрос, как купить коробку с праймерами, то, к сожалению, если вы смотрите это видео, то ее уже не купить, потому что видео выходит после того, как все коробочки проданы. У нас впереди декабрь, новые темы. Если вы не успели купить эту коробку, не расстраивайтесь, мы уже начали собирать праймеры 2, так же, как и тушь 2 и сыворотки 2, потому что рынок декоративной косметики очень быстро обновляется. Я уже начала тестировать для вас новинки. Новый день, новая тушь, знаете, уже последние три месяца со мной этот девиз. Короче, спасибо большое за внимание, спасибо большое всем нашим партнерам, которые поддержали Крагина Бокс. Спасибо большое, Литуаль, за то, что выдали девочкам такие замечательные кисти. Спасибо большое, что посмотрели этот видеоурок. Я думаю, что что-то полезное все равно для себя подчеркнули, даже если не успели купить себе такую коробочку. Если что, практически все продукты из коробки можно попробовать на тестер-стенде в магазине. Еще раз спасибо за это. До новых встреч. Следующий урок у нас макияжный, а еще у нас скоро Новый год и новые брови. Всех целую, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok